Всем привет! Меня зовут Олеся и это вторая часть о покупках люксовой косметики в Азии. Большинство этих средств было куплено мною в Бангкоке, но они, как правило, доступны и у нас, за редким исключением. И я вам сегодня успею рассказать о некоторых средствах и остальное мы будем обсуждать с вами в других видео. Да, и кстати, если вы будете слышать звук работающей дрели, у меня будет вытягиваться лицо. Вы знаете, мне кажется иногда, что мой сосед слушает с воронкой у уха, у стены, когда я начинаю снимать видео, для того, чтобы принять наиактивнейшее участие в нашей беседе. А начать я хочу о средстве, которое нашумевшее на YouTube, и которое мне очень хотелось попробовать, и которое я бесспорно купила по совету YouTube. Это бронзер Nars Laguna. Это, кстати, мое первое средство от компании Nars. Вот так это все выглядит в упаковке. Здесь, естественно, зеркальце. Упаковка сама матовая, такая же, как прорезиненная у палеток Sleek. И очень, конечно, она маркой оставляет следы, и вот их убирать с такой упаковки действительно довольно непросто. Что касается оттенка, то этот бронзер не чрезмерно рыжий, хотя лично я не вижу ничего плохого в рыжих бронзерах, но если это совсем не тертый кирпич, потому что, как мне кажется, оттенок загара на человеческой коже раскрывается все-таки чаще всего таким оранжевато или бронзовато-медным, наверное, все-таки оттенком. Вот этот бронзер, он такого довольно нейтрального цвета, но на светлой коже, в частности, вот сейчас у меня тональный крем довольно светлый на лице, этот бронзер может смотреться желтым. Именно желтым. Я, честно говоря, до недавнего времени пользовалась только одним бронзером. У меня был только один бронзер в коллекции, который я вам сейчас хочу непременно показать в сравнении с этим. И он, видимо, настолько удачно попал в десятку, что я не сомневалась, что все бронзеры, в принципе, на одно лицо. Как я вообще могла думать, человек, любящий косметику, так, я не знаю. Но, вы знаете, я сейчас столкнулась с тем, что приобретя бронзер от Герлен и приобретя бронзер от Нарс, я замечаю, что не всегда он уместен на моем лице. Как только я подзагорю, я полагаю, что этот бронзер будет смотреться значительно более гармонично на моем лице, нежели сейчас. Еще раз повторюсь, он делает довольно желтые скулы. Хотя, повторюсь, это один из самых удачных оттенков из тех, что я, в принципе, пробовала на своей руке. Оттенок, который был у меня и оттенок, который максимально близок к цвету моего собственного родного загара, это оттенок под номером 4, называется он Аруба, а бронзер компании Bobby Brown. Это старый бронзер, ему 100 лет в обед, наверное, ему лет 5, я так полагаю, но, тем не менее, продолжаем пользоваться. Это бронзер вот такого цвета, я не уверена, что вам будет что-то видно, и поэтому я полагаю, что я приложу сравнение двух свочей, двух бронзеров на руке и ставлю эту фотографию вам непосредственно в видео. Этот бронзер у меня очень давно, и он, этот бронзер, имитирует настоящий цвет моего загара, а это загар с красноватым отливом, кожа моя краснеет, когда я загораю, и, вы знаете, он сочетает, наверное, в себе две ипостаси, это румяна и бронзер одновременно, потому что красноватый отлив бронзера делает его не рыжим, а чуточку красновато-бронзовым. Кстати, с этим бронзером у меня случилась очень прикольная история в Таиланде, когда я подошла к Корнеру Bobby Brown, там стоял юноша, который является официальным визажистом Корнера, и я попросила его найти мне вот такой бронзер, держала его в руках, он сказал мне, почему вы не хотите закончить этот бронзер? Я ему ответила, что ему уже как пять лет, что это очень старая вещь, и что он засалился, и что я практически не могу его набрать. Тогда он взял мой бронзер, просил предварительное мое разрешение, и стал соскабливать верхний вот этот затвердевший слой бритвой, и бронзер мой заработал. Он отдал мне его и сказал, что этого продукта, того количества, которое здесь достаточно, будет еще как минимум на год пользования, что он не видит необходимости в покупке нового средства, и что средства компании Bobby Brown служат до последнего победного конца. Мне настолько потрясла эта корпоративная этика, Мне настолько потрясло то, что этот юноша проникся духом марки Bobby Brown, идеей тем, что эти средства нужно завершить до конца, что он предпочел мне починить мой старый бронзер, нежели продать новый. Вот я его, собственно, привезла и продолжаю им пользоваться. Оба бронзера представляют собой туго спрессованную пудровую текстуру. Они не шелковистые на ощупь, но я так полагаю, что за счет именно такой прессованной текстуры хватит на довольно длительное время. Напомню, что бронзер от Bobby Brown у меня уже 5 лет. В каждом из бронзеров содержатся мельчайшие золотистые частицы. Они не матовые, но финиш бронзера Nars Lagoon ближе к матовому, потому что частиц здесь значительно меньше, и они более мелкого, наверное, помола. Что касается бронзера от Bobby Brown, то частицы здесь более явные, и он действительно раскрывается золотистым свечением на лице. Мне лично нравятся оба этих эффекта. Несмотря на то, что я не люблю на щеках изрядно перламутровые текстуры, потому что они подчеркивают мои поры и делают лицо некрасивым, наздреватым, но оба этих бронзера абсолютно никак не выдают текстуру кожи, смотрятся очень гармонично, очень красиво. И следующее средство, о котором я успеваю сегодня рассказать, это тушь от Tarte. К сожалению, этот тушь, который называется Lights, Camera and Lashes, продается исключительно в Сифаре. Насколько я понимаю, и в американской, и в азиатской, и в европейской Сифаре эта тушь продается. Я купила ее по многочисленным отзывам, и вы знаете, это была серьезная заявка на успех. Эта тушь и должна была, и могла бы стать моей самой любимой тушью из всех, что когда я либо пробовала. Сейчас у меня тушь это на глазах, и как вы понимаете, ее можно еще наслоить и добиться более выразительного результата. Но эта тушь не стала моей любимицей, потому что для меня она обладает одним минусом, который, к сожалению, нивелирует все ее бесконечные и великолепные плюсы. Этот минус то, что у меня лично глаза очень чувствительные, у меня часто текут слезы, глаза у меня реагируют на слишком искрящийся мороз, на слишком сильный ветер, на яркое режущие глаза солнца, и у меня сразу текут слезы по глазам. И вот эта тушь начинает отпечатываться у меня как на слизистой, так и на нижнем веке, и особенно в уголочках. Для меня, к сожалению, это неприемлемо для каждодневной носки, но я оставляю эту тушь, безусловно, для съемки. Ее уникальность состоит в том, что она создает иллюзию того, что вам было, что красить этой тушью. Она настолько обволакивает каждую ресничку отдельно, и выкладывает ее на глазах именно пушисто, что создается впечатление, что у вас море ресниц на глазах. А будь ее стойкость чуточку выше, я бы отбросила все свои туши куда-нибудь подальше, и пользовалась бы исключительно ею. Это все, что мне сегодня хотелось вам рассказать. Нас ожидает еще несколько видео о покупках люксовой косметики в Таиланде. Я надеюсь, что вам было интересно, не скучно со мной. Я желаю вам весеннего настроения, и всего вам самого доброго. Спасибо.